Привет всем выжившим! И да, наконец-то до наших рук дошел Атом РПГ Трудоград. Если честно, я ждал его как дополнение, но в итоге это стало отдельной игрой. Не знаю, здесь радоваться или плакать, но в любом случае это, пожалуй, лучшая пошаговая РПГ нашего времени от российских разработчиков. Так что, да, давай посмотрим поближе. Как видишь, создание персонажа довольно сильно изменилось. И если у тебя, конечно, был в основной версии персонаж, ну я имею ввиду Атом РПГ, то ты можешь его перенести сюда, в Атом РПГ Трудоград. Но давай пока что не будем с этим всем возиться и попробуем создать нового персонажа. Так, Анна, Светлана, Ярослав. Что ж, давай будем... Александр, Григорий, вот же! А, подожди, ты был Григорием, стал Абдуллой. Ну что ж, давай сделаем тебя... Кем мы тебя назовем? Валек. Вот, у нас будет Валек, и у него будет, пожалуй, прокачана харизма. Почему бы и нет? Харизма и прокачанный интеллект позволят нам быстрее получать новый уровень, что, в принципе, не так уж и плохо. Так что, да, давай попробуем. А, ловкость у нас, наверное, будет снижена, потому что, почему бы и нет, а повышена выносливость, и, пожалуй, чуть-чуть... Не знаю даже, стоит ли повышать нам силу. А, не то, чтобы она нам нужна была, но... Стой. Сила влияет на здоровье, а выносливость у нас влияет... А, за общее здоровье. То есть, сила и выносливость у нас прокачивают здоровье. Понятно. Я уже все забыл, если честно. Что ж. И давай, пожалуй, немножко подтянем себе удачу. Внимание у нас будет на четверочку. Почему бы и нет? Так, ну и вот. Егерь. Обреченный стрелок. Невезучий реалист. Так. Давай, наверное, его сделаем... Вожак стаи. Вы блестящий лидер, под заботой которого даже самый несобранный отряд достигнет поставленной цели. Единственная проблема в том, что ваша полководческая слава дошла и до противников, которые будут стараться уничтожить вас в первую очередь. А что? Зачем? Как? Слушай, ну это любопытно, потому что мы можем максимально прокачать, скажем, ему силу и выносливость. Что мне кажется, довольно интересная такая тема. Мы дадим ему какой-нибудь щит, тяжелую броню и... Да, наверное, это будет прикольно. Тут, как я погляжу новые навыки, я, по крайней мере, такого не замечал. Половой гигант. Вы посвятили немало сил, чтобы достичь способности сводить противоположный пол с ума. А теперь вы работаете над тем, чтобы вызывать у собственного пола меньше зависти и неприязни с переменным успехом. Любопытно. Беспощадный людоед. Это получается как в Фоллауте, что ли? Три куска мяса с убитых людей. Зато шанс на панику у противников в начале боя 15%. Что, в принципе, довольно интересно, я бы сказал. Я не вижу, к сожалению, тут лидерства, который был в прошлой части. Подожди, путешествуя под прикрытием замаскированных под гражданские караваны атома, вы набрались немало купеческой премудрости. Только вот товары в ходе тех рейсов таскали младшие по званию. Они же и обеспечивали охрану. Так, то есть, харизма плюс 2, внимание плюс 1. И, в общем-то, слушай, ну, с одной стороны неплохо, а с другой, сила сниженная, ну, я даже и не знаю. Зато повышенная харизма. Что, наверное, даже и неплохо. А, внимание даже у нас прибавлено. А, внимание, это значит, что мы стали более точные. Поэтому, почему бы и нет? Мне кажется, можно было бы так и оставить. А, в общем-то, да, у нас будет вожак стаи, прирожденный торговец. И я не вижу, где здесь особенность, где мы даем каждому члену своего отряда дополнительную ловкость и внимание, кажется. Вроде бы в прошлой части это называлось лидерством. Ну, ладно. Давай распределим наши навыки. Азартные игры. 230 очков. Серьезно? Мы можем 230 очков распределить? Да, слушай. Серьезно. Вау. Ну, это очень даже неплохо, я бы сказал. Уличивает харизму на 1. Так, подожди. Бартер. Давай немножко бартер. Нам он, я думаю, точно не помешает. Особенно в начале игры. Так что... Где-нибудь 60 у нас будет ремесло. А, потому что... Почему бы и нет? Технологии нам тоже, скорее всего, понадобятся. А то же давай сделаем его на 60. Так, первая помощь. Да, явно нам нужна первая помощь, потому что мы часто будем помогать своему отряду. Иначе, зачем мы вообще нужны будем такие? Давай попробуем. И, как видишь, у нас... А почему-то прокачано кругопашный бой и холодное оружие. Это немножко странно, но... Что ж. А, каждый напарник в команде получает плюс одну ловкость и плюс одну выносливость. Из-за каждого напарника вы теряете минус последовательности. Значит, вот он, вожак стаи, который я искал. Мне почему-то казалось, что в прошлой части это называлось лидерством. Или как-то иначе. Ну ладно, не суть. В общем, да, у нас будет снижено внимание и выносливость у нас... То есть, сила, последователь. Короче, у нас персонаж будет мальчиком для битья. Как вы могли подумать. В принципе, да, так и есть. Он у нас будет мальчиком для битья. У него будет снижена ловкость. Подожди-ка. Ага. То есть, каждый напарник в команде теряет... Угу. Что ж. Давай, наверное, так и оставим. То есть, у нас прокачана выносливость. У нас, в принципе, поднята ловкость. А что, наверное, не то, чтобы нам шибко-то и нужно было. Давай сделаем себе больше выносливости. Больше выносливости никогда не помешает. И, в принципе, да. Так мне вполне все устраивает. Пистолеты. Давай, наверное, пистолеты прокачаем. Потому что, скорее всего, мы с ними как раз таки и будем ходить. Хотя, слушай. Нам ведь сила потребуется для того, чтобы носить некоторое оружие. Точно. Я забыл совсем про это. Что для некоторых орудий требуется как раз таки параметр силы. И без него мы как раз таки и не сможем поднять что-то интересное. Так что, ладно, давайте наобум вот так вот распределим. И чуть-чуть побольше сделаем общения. Потому что общения в этой игре довольно много. В общем, да. 135 общения. Почему бы и нет. Персонаж у нас будет зваться Валеком. Вот такой вот харизматичный у нас Валек. Так что посмотрим, как далеко вообще он сможет с такими навыками пройти. И как я погляжу, они изменили ветку умений. Довольно неплохо так ее переработали. А тут есть и пистолеты, пулеметы. Да, причем действительно они добавили много навыков. Я бы сказал, прям очень-очень много. Так. И у нас 45 навыков доступны к изучению. Ох. Слушай. Ну, давай, наверное, прокачаем себе что-то связанное с лидерством. Хорошая тетива. Так. Что-то связанное с лидерством. Что же это может быть? Скидки при торговле. Мастер на все руки. Так. Скрытность в ночное время нам не нужна. Медвежатник. Золотые руки. Высокая обучаемость. Эффективная тренировка. Нет, мы вряд ли. Важная персона. Нет. Нет, нет, нет. Нам явно это не требуется. А вот что-то, что прокачало бы нам, возможно, как-то наш отряд, нам бы сберегло, возможно, нервы. Но я что-то как-то ничего такого не вижу. Так что, да. Давай, наверное, возьмем Джиггернаут. А ядовитый плющ. Последняя надежда. Так. Самодостаточность. Так. Ну, нет, нет, нет. Щитоносец. Вот я бы, может, прокачал щитоносца. Я, конечно, не уверен, сможем ли мы таскать щиты, учитывая, что у нас силы не то, чтобы прям так много, но давай попробуем. Доспехи бога. Береженого бог бережет. Так ведь говорят. Да, да, давай, наверное, возьмем это. Хотя и фельдшера было бы, наверное, и неплохо прокачать. 15% к действию медикаментов. Так. Ладно. Давай, наверное, начнем с брони. Доспехи бога. Наверное, все-таки нам это потребуется, потому что мы часто будем попадать под огонь противника. А ментальная броня, глубокие карманы, либо закалка. Так, ну, смотри. Закалкой я не скажу, что нам требуется. Ментальная броня. Что ж. Сопротивляемость урона 8%. Защита тела 8%. Защита головы 8%. Это у нас текущее значение. Слушай, ну я даже и не знаю. Карманы нам вообще были бы и неплохи, потому что... Ну, понимаешь, мы много будем таскать разного хлама. Всякий мусор, который нам будут давать за задание. Так что, да, нам потребуются глубокие карманчики. Так, Джаггернаут. Подобно слепой непреклонной силе, вы неудержимо идете на пролом. Не обращая внимания на любые препятствия. Так от собой сопротивление урону для головы и тела увеличивается на 2%. За каждые 5% отсутствующих очков здоровья. Слушай, а неплохая такая тема. Ведь, как я говорил, в нас довольно часто будут стрелять. Так, смотри, либо мы можем взять дополнительную защиту. То есть, чем тяжелее броня, тем больше сопротивление урону и шансу стоять на ногах. А у нас шансу стоять на ногах, я так понимаю, уже повышен. То есть, мы устоим на ногах с еще большей вероятностью. Что, в принципе, наверное, даже и неплохо. Почему бы и нет? Тут, конечно, сказано что-то про экзоскелет. И да, тут что-то будет типа силового костюма из фоллаута. Так что, давай, может быть, тогда попробуем взять джиггернаут. То есть, у нас будет сопротивление урона повышаться за каждые отсутствующие проценты здоровья. Я бы, если честно, мастер доспехов взял. Но, может быть, может быть, нам пойдет и вот это вот. Так, дальше. Притарианец. Так, смотри. Вдвое снижает штраф к уклонению при использовании брони, касок и масок. Слушай, ну я не скажу, что мне прям это необходимо. Ведь у него не такое уж большое уклонение. А точнее, уклонения у нас вообще нету. Так что, да. Вдвое снижает штраф к уклонению при использовании щита. Щиты больше не снижают характеристики и точность. Вот это вот уже звучит, конечно, интересней. Щитоносец. Если сражаться со щитом, это искусство. То вы художник. Шанс защиты у щитов увеличивается на 1% за каждый второй уровень, пока показатель щита... Да, подожди. Пока показатель не достигнет 15%. Щиты для вас больше не имеют веса! Вот это вот нам необходимо. Ведь, понимаешь, щиты, они весят довольно много. И если все так же, как и в прошлой части, то это значит, что мы не можем экипировать, например, какой-нибудь рюкзак и щит. Либо рюкзак, либо щит. Так что, да. Я бы взял щитоносца. Все-таки сниженный вес это дорогого стоит. Так, изучили. И, пожалуй, вот. Погоди. А мы распределили все умения, хочешь сказать? Нет, нет, нет. Мы что-то не распределили. Рукопашный бой. Блин, я бы, может, прокачал рукопашный бой и выживание. Ребят, вы представляете вообще, как это классно было? В прошлой части ты практически каждым ударом посылал противника в нокдаун. А что будет, конечно, с этой, я, если честно, даже и не знаю. Ну, давай попробуем. Тут я погляжу, что они немножко улучшили. Вас не атакуют при провале кражи. Вы получаете 20% в получаемому опыту. Господи, как же это круто, наверное. И вот это вот... Нет, нет, нет. Ружье и винтовки я не хочу, потому что мы не можем использовать это вместе со своими щитами. Так что, да, давай, пожалуй, пистолеты. А бретер. Когда два человека стреляют друг в друга, выигрывает тот, у кого есть опыт в подобных мероприятиях. Так... Ну что ж... Урон при стрельбе из пистолета плюс 8%. Либо... А, пистолет-пулемет! Господи, боже мой, я бы, если честно, взял бы пистолеты-пулеметы. Они такие классные. Но они, по идее, требуют больше очков действия. А у нас с очками действия, скорее всего, будет очень и очень туго. Ведь в прошлой части мы могли повысить... А, да-да-да-да-да-да-да. Смотри, вы получаете плюс 1 очко действия единовременно. Блин, вот это очень круто. Понимаешь, то есть... А, у нас больше будет очков действия. Да-да-да, это обязательно просто нам требуется. Это нам просто обязательно требуется. Очки действия, это, пожалуй, самое важное, что тут есть. Так что... По возможности, это надо максимально как-то стараться повышать. Я, если честно, немножко разочарован, что тут есть разделение на пистолеты и пистолеты-пулеметы. Но, в какой-то степени, это делает твой билд более универсальным. Ваши противники буквально теряют сознание от невероятного шума. При стрельбе любой очереди дает 1% к шансу на оглушение противника. И шанс на панику противника за каждый второй уровень, пока показатели не достигнут 10%. Кошачье зрение. Человек, который так же хорошо видит в темноте, как и при свете, имеет неспоримое преимущество в бою. Отменяешь штраф к точности при стрельбе из пистолетов и пистолетов-пулеметов ночью или в темноте. Слушай, ну, тоже неплохая тема. И тут еще шанс критического урона повышен от пистолетов. Слушай, ну, блин, это, конечно, очень круто, я бы сказал. Давай, наверное, попробуем обычные пистолеты. Поглощение отдачи. Вы научились контролировать отдачу пистолета-пулемета, что приводит к сокращению разброса очереди. Вдвое снижает разброс при стрельбе очереди из пистолетов-пулеметов. Огонь на поражение. Так, главное, каждая последующая пуля в очереди из пистолета-пулемета, попавшая в одного и того же противника, дает 1% шансу на критический урон и 1% шанс оглушить. Что, в принципе, довольно интересная тема, я бы сказал. На 1 очко действия снижает стоимость перезарядки для пистолета и пистолета-пулемета. Не влияет на оружие с базовой стоимостью перезарядки 1 очко действия. То есть мы не можем сделать перезарядку полностью бесплатной. Ну, я не скажу, что перезарядка это так уж прям круто. Я бы сократил... Вот что я сократил бы. Отнимает 1 очко действия от стоимости всех видов атак. Так, если базовая стоимость обычного выстрела из пистолета или короткой очереди, ПП 4 или больше. Ну, слушай. 4, то есть мы можем сделать 3. Ну, 3 это вполне себе неплохо. В очереди из пистолета добавляется 1 выстрел, а разброс уменьшается на 25%. Это у нас пистолет. И прицельный выстрел в голову оглушенному, паникующему и ослепшему противнику имеет на 50% больше шанса нанести критический удар. С множителем урона. Что, кстати, по сути является тогда добивающим выстрелом. Я думаю, это довольно круто. Давай, наверное, попробуем это все прокачать. Так, смотри. Мы тогда попробуем прокачать себе пистолеты. Шанс вызова критического состояния при прицельной стрельбе 8%. Так, смотри. Наличие пистолета или пистолета-пулемета в руке добавляет бонус к последовательности. Угу. Ну, я думаю, мы в любом случае из-за наших особенностей будем ходить в самом конце. Поэтому, наверное, нам не холодно, не жарко. Увеличивает дальность стрельбы из пистолетов и пистолетов-пулеметов на 3 клетки. Это шикарно! Это шикарнейшее умение. И нам, конечно, оно пригодится в любом случае. Так что, да, обязательно берем. Обязательно берем. И, пожалуй, берем вот это. И вот это вот. Да, ты посмотри, как мы хорошо все распределили. У нас просто шикарнейший боец получился с щитом, с пистолетами. И это, конечно, что-то с чем-то. Машина для убийств. Иначе не скажешь. Вы получаете одно очко дополнительно... Так, подожди. Да. Обязательно. Что у нас здесь есть? Во время занятия ремеслом вы получаете шанс Так, создать больше предметов, чем указано в рецепте. Слушай, ну, наверное, это круто. Если мы, конечно, можем мастерить какие-нибудь патроны, то мне кажется, это очень даже круто. А, в этой же части мы можем делать модификации. И это значит, что мы можем сделать две модификации за одно действие. Что вполне себе прикольно. Оружейная академия. Самодельное огнестрельное оружие и арбалеты. Нет, нам это не интересно. Что ж. Осторожный вор. Кстати, а метательное это считается арбалетами? Так. Выстрелы по глазам противника имеют дополнительные 5% к шансу критической атаки. Только арбалеты. Да, арбалеты у нас сохранились. И, если честно, я даже и не знаю, как они вообще в этой части. Но, учитывая, что у них теперь своя, по сути, ветка развития с какими-то уникальными навыками, то это даже круто. Смотри. Прицельные выстрелы из арбалета игнорируют броню противника в 50% случаев. То есть, если там какой-то бронированный противник, мы его чуть ли не ваншотим. Ну да, мы же можем еще взять вот, оружейную академию, которая повышает урон от нашего самодельного оружия. А арбалеты это как раз-таки чаще всего самодельное оружие. Блин, ну, если честно, я мог бы и дольше провести в создании персонажа. Но давайте я не буду, наверное, этого делать и все-таки переключусь к самому геймплею. Ну что ж, и вот выбор сложности. Легко, нормально, эксперт и выживание. Но давай, наверное, как и раньше, я выберу эксперта. Попробуем себя немножко помучать в самом начале игры. Внимание, майор! Все, что вы услышите в ходе этого брифинга, строго засекречено и раскрывается вам только в связи с вашей деятельностью в центральных пустошах два года назад, когда вы еще ходили в кадетах. Информация об угрожающем нашей планете астероиде, с которой вы тогда вернулись в штаб из города Краснознаменный, сильно удручила высшее руководство атома. Хотя наши исследователи не пришли к консенсусу относительно реальности угрозы, возможные последствия могут быть катастрофическими. Именно поэтому штаб организовал специальную оперативную группу, целью которой стало исследование и анализ потенциальной проблемы, а также поиск возможных решений. На протяжении последних полутора лет наши лучшие умы работали над этой чрезвычайной задачей. И похоже, вопреки состоянию страны и разрозненности послевоенного общества, им удалось найти решение. К востоку от центральных пустошей и штаба командования нашей ячейки атом размещается город Трудоград. Переживший войну куда успешнее большинства городов нашей советской родины, он все еще скрывает в своих рубежах особый стратегический объект – завод «Инвертор». Именно там, вплоть до последних дней войны, под руководством профессора Горячева, проходила разработка электромагнитной пусковой платформы – ОР-1, рельса «Трона». Согласно уцелевшим архивным данным, этот уникальный продукт оборонной промышленности был способен запускать полимерные снаряды на непревзойденные дистанции, в том числе и в далекий космос. В случае, если информация об угрозе астероида оправдается, это устройство может стать последней надеждой человечества. Выйти на профессора Горячева, проникнуть в специальный цех завода «Инвертор» и обнаружить точное местонахождение рельса «Трона». Таковы ваши задачи по прибытию в Трудоград. Удачи вам, майор, и пусть будет Атом. Ну что ж, и вот после вступительного ролика у нас диалог с незнакомцем в лесу, который полностью озвучен. В прошлой части у нас не было подобной роскоши, но тут мы можем откинуться назад и просто слушать, что он говорит. По сути, здесь он уточняет, что мы выбрали в прошлой части игры. Если вы, конечно, играли, вы можете ответить на его вопросы, либо вы, конечно, могли бы просто перенести своё сохранение, и, возможно, даже этого диалога не было. Я, кстати, не проверял, но, возможно, стоит попробовать. Ну ладно, давай ему ответим. Может быть, что-то сказать? Спокойной ночи, не так ли? Нет, давай, наверное, помолчим. А, нет, нет. Он всё-таки решил нас спросить. Издалека мы идём. Давай ответим, что... Да, потаскала на жизнь по бездорожью. Ну да. Красноземные захватили всевозможные банды. По слухам, он загорел дотла. Ммм... Да, всё по-старому. Эх, и что не вечно под луной. Так, а что приключилось с Дэном? Дэна мы как раз-таки спасли, так что он остался в живых у нас. Жив-здоров. Ну, а кто у нас ещё дальше? А кто остался мэром? Катя Раченко. А, так, что случилось с торговой факторией, перегоном вы в курсе? А, нет больше перегона. Его жители теперь стервятники. Боже, что? А, нет, давай, наверное, скажем, что в перегоне всё неплохо. Развивается. Так. Фидель, Гексоген, Александр. А, я, наверное, скорее предпочту Гексогена. Мне кажется, из них он самый интересный. Трудов. Слышал про такого. Кто это ещё? Ну, и, наверное, Фиделя. А, собака! А как же... А как же собака? Ну, ладно. С кем умею честь разговаривать? Назовись хоть. Последние годы люди дали мне много имён. Ну... Давай, наверное, потянемся к оружию. Капюшон вашего собеседника безвольно соскальзывает. И просвистывает, обнажая не голову, но горячую багровым огнём, ослепляющую сферу. Смертоносную звезду. Ну, что ж. Такое вот у нас начало. Ну, что ж. И вот наше начало игры. Нас вызывает по рации. А тут рядом наш мешочек. И... Как раз таки шапочка-ушаночка рядом. Давай всё это поднимем. Так, вот шапка-ушанка, которая даёт к общению. И к сопротивлению холода. Кстати, я не помню, чтобы раньше было сопротивление холода. Но... Ладно. Почему бы и нет? Давай-ка приоденемся. И у нас немножко уже голод есть. Что ж. Давай-ка ответим по рации. Что от нас там хотят. Приём. Белый шум заглушает остаток фразы. Приём, твою ж мать. Меня кто слышит? Приём. Это Валёк. Слышу вас хорошо. Приём. Это Щукин. Радист. Да что за х... Помехи окончательно заглушают голос. Во-во. Всё готово. Вроде починил. Это радист Щукин. Код 2-1-0-4. Как меня слышно? Слышу тебя хорошо. Это Валёк. О, есть контакт. Здорово, Валёк. Как там у нас дела? Добрался до Трудограда. Да, сразу по прибытию я остановился в гостинице, в пригороде и вырубился до утра. Сейчас столько встал. Ответом вам служит оглушительный хрип-помех. Вы невольно морщитесь и отодвигаете щекофон подальше от уха. Постепенно белый шум стихает и вы снова можете различить слова на другом конце рации. Честно говоря, не расслышал ни слова, но думаю, что всё у тебя в порядке. Ты давай там только поосторожнее, а то вся база за тебя переживает. Сам небось знаешь, что все документы грибницы нам достались, когда ребята краснозёмины взяли. Так вот, если им верить, то астероид или метеорит, или метеор. Короче, звезда Чигирь походу действительно к земле летит. Так что миссия у тебя архиважная. Напомнить, кстати, о твоих задачах в Трудограде. Так. Ой, связь ухудшилась. Короче, до скорого. Ну что ж. И вот мы закончили разговаривать со своей базой. Давай осмотримся, что у нас тут есть. А, мы можем взломать его. Ну, давай попробуем. Замок взломан. Макаров. АК-47. Феномен звезды Чигирь. Ключ от номера. Так, понятно. Но нам нужны патроны для нашего пистолета. Давай. Слушай, я, наверное, и автомат возьму, потому что мы его можем продать. А это, как-никак, довольно важно. Особенно в начале игры, когда у нас, я так понимаю, особо ни черта и нету. Так что пускай у нас хоть что-то добудет. Так. 8 на 8. И выстрел у меня. Три очка действия. Ключ у меня. Нужно взять его в руку и открыть замок. Эх, я уже думал, что они отказались от этой всей темы. Ну что ж. Давай возьмем в руки ключик. И откроем дверь. Так, и вот мы на свободе. Что ж. Тут как раз-таки ходит местная уборщица. Давай с ней пообщаемся. Деловито подметающая полы женщина поднимает на вас серьезный взгляд. И качает головой, будто вы заранее умудрились как-то ее разочаровать. Не сказав более ни слова, она возвращается к работе. Эм, что не так? В смысле? Пожалуйста, не отвлекайте меня от работы. Женщина хмурится и отворачивается от вас. Разговор явно исчерпал сам себя. Ну, хорошо. Ладно, давай посмотрим, что у нас тут еще есть. А тут, кстати, довольно много номеров, я бы сказал. В каждом свои какие-то жители. Я даже не знаю, стоит ли входить без стука, но ладно. Давай поговорим, пожалуй, с вот этим мужичком. Опрятно одетый брюнец лет 30 облокотился на барную стойку и внимательно рассматривает вас с ног до головы, прежде чем заговорить. Не страшно, вроде. Ммм. Так чем могу помочь? Можешь ответить на парочку вопросов, к примеру. Ладно, все равно сегодня хреновый клев. Ни единой одинокой незнакомки на радаре. Чего хотел? Говори, но если сюда зайдет симпатичная цыпочка, сразу завязывай с беседой. Как тебя зовут? Меня зовут Юлиан, причем просто Юлиан. Если услышишь, что к моему имени какая-нибудь дура представляет нелестное прилагательное, это просто ее субъективные выдумки. Договорились. Все, мне пора идти. Так, а что нам скажет бармен? Вы подходите к суетоверимому за барной стойкой хозяину гостиницы. Вчера вы были слишком разбиты, чтобы толком поговорить, но может это стоит сделать теперь, когда вы отдохнули. Мужчина подобострастно улыбается вам и заговаривает вкратчивым голосом. Здравствуйте, уважаемый! Как спалось? Клопы, надеюсь, не кусали? Кусали! Показать укусы на коже. Как я тебя понимаю, сам их только недавно вывел. На лице хозяина появляется страдальческая гримаса. Он поднимает руки и виновато качает головой. Тысяча извинений! Сегодня же распоряжусь прокипятить все постельное белье. Ох, как неловко! Я думал, что избавился от этой напасти. Ну, вряд ли ты от нее избавишься таким образом. Ну, ладно. Внезапно он громко хлопает себя по лбу, будто вспомнил какую-то важную информацию. Насчет клопов можете больше не беспокоиться, клянусь. Но я хотел предупредить вас о кое-чем другом. Вчера вечером, когда вы изволили пойти спать, а вас спрашивал какой-то человек. Так, вот это поворот. И что он спрашивал? Ничего особенного. Спросил, не видел ли вас раньше. Я, конечно, ответил, что вы у нас впервые. Мне кажется, его привело ваше снаряжение и выправка. Опытные искатели приключений к нам в последнее время не так уж часто заходят. Так, а ты не в курсе, где этот тип сейчас? Боюсь, что нет. Мне кажется, что я видел его в пригороде до этого. Но так точно я не припомню. Слушай, а мне показалось, мы не прошли у него проверку харизмы. Ну или общения. Так. Ну что ж. Не волнуйтесь. Уверен, что это был простой, любопытный горожанин. Давайте лучше сменим тему. Может вы хотели прикусить? Или купить один из наших сувениров? А что ты, кстати, продаешь? Сувенирный медальон. Правда, он ничего не дает. Что ж. Ну ладно. Ну, типичные, пожалуй, предметы из прошлой части. Я, если честно, ничего нового, кроме, пожалуй, колбасы и сувенирного медальона, сейчас не вижу. Так, сейчас мне пора уходить. Ой, прошу прощения. Вы не могли бы секундочку задержаться? А что такое? Дело в том, что я потерял одну книжку. Неловко признаваться. Но я пишу, эм, сериалистический роман. Да. Прошу. Не нужно это никуда записывать. Но если вы найдете мою рукопись, то я буду вам очень признателен. И, разумеется, щедро награжу вас. Ясно? Буду держать в уме. Так, ну, слушай, у нас первое задание. А тут какой-то мужичок сидит еще. Мужчина среднего... Слушай, это так классно! Они некоторые диалоги озвучили. Не везде, но, возможно, только первый диалог. Ну, я имею в виду вступительный. Но все равно это очень круто и добавляет атмосферы. Мужчина среднего возраста с тронтами, с сединой и висками дружески подмигивает вам. Когда вы подходите к нему поближе, он с деловитым видом выуживает из кармана колоду карт. Причем далеко не традиционно. Вместо обычных мастей вы замечаете на картах необычные рисунки, значки, числа и короткие фразы. Может, в другой раз, бывай. Я ему не прокачивал, к сожалению, какие-то игры азартные. Поэтому мы просто-напросто не умеем это делать. Так что нам это ни к чему. Давай вот с этим поговорим. Что он от нас хочет. Но вроде бы вступительная реплика, она отличается от того, что написано. Плотно сложенный и слегка нетрезвый мужчина самодовольно оглядывает окрестности. Заметив вас, он громко чмокает и выплевывает зубочистку, которую Россия наживал до этого. Так, по делам. Смотри, какой важный. Я вот тоже по делам. Книжную серию тут буду продвигать. Ого, а что за книжная серия? Что заинтересовало тебя? Отлично. Я тут ряд книжек написал про агента организации Атом, который два года назад отправился на поиски какого-то генерала. А по ходу дела раскрыл целый заговор. Хитовая штука будет. Уж поверь на слово. Так, откуда у тебя информация про такого агента? Откуда? Тук-тук, деревня. Ты из-под камня вылез. Он там в окрестностях Красноземного таких делов натворил, что семью лопатами не разгребешь. Ну что ж, ладно, удачи тебе на писательском поприще. Во-во, так что ты хотел спросить? Так, как тебя звать? Можешь меня Косолыбин звать? Запомни эту фамилию. Потом еще хвастаться знакомством будешь, когда я прославлюсь. Слава сама с собой не придет. Чего в кабаке ждешь? Хочешь знать правду? Хрен с ним. Будет тебе правда. Не так давно видел, как один из этих неудачников, которые в палаточном городке живут, спрятал целую банку чего-то на минном поле возле городских стен. Там стабильно сокровища, которые он себя на севере наворвал. Вот теперь и думаю, стоит ли туда за ними, или все-таки не нужно. Я считаю, что нужно. Дерзай, богатства сами в руки не прыгнут. И, скорее всего, в следующий раз мы найдем его мертвым. Так, давай, наверное, спросим конкретно, где он спрятал. Ну ты, гусь! Такие вопросы спрашивать. Это нужно либо дураком быть, либо самым наглым человеком на свете. Конечно, секрет. Ищи свои сокровища. Так. Ну что ж, а с того, чему еще там быть? Ты же не стал бы жизнью рисковать, чтобы на минном поле банку киселя, к примеру, спрятать. Точно говорю, деньги там лежат. Золотые рубли. Партии. Ну что ж, пускай он тогда ищет самых. Во-во. Так, что ты хотел еще спросить? Нет, у нас больше нет вопросов к нему. Кстати, тут довольно интересный самоварик у него стоит, но нам он тоже, по сути-то, и не нужен. Так, а тут какое-то собрание у них проходит, судя по всему. А, нет-нет-нет, это тоже какие-то карточные аферисты. Так, а ты чего хочешь? Взмокший от пота, разощекий толстяк, зачарованно смотрит куда-то вдаль. Похоже, его взгляд прикован к выступающему перед воротами стоялого двора фокуснику. Заметив ваши попытки начать беседу, толстяк меняется в лице и громкогласно спрашивает. Что надо? Чего хотел, мужик? Я тут занят немного. Да так, поговорить хочется. Ну ладно, поговорим. Все же лучше, чем одному стоять. А тебя как зовут-то? Сейчас меня зовут Артур Ручкин. Но в будущем, в скором будущем, я стану известен как Магнифисцентный всемогущий Артур Ручкин. О господи, чем ты занимаешься? Для начала я не безработный. Безработные это тунеядцы. Их уволили, а они сидят на шее у города. Я же ушел с работы сам, чтобы разучивать трюки, показывать фокусы. У меня есть мечта, понимаешь? В душе я волшебник, маэстро. Эм, да. Пускай слухи рассказывают. Поговаривают, что в Трудограде до войны разрабатывали какую-то гигантскую пушку. Интересно, сохранилась ли она где-нибудь? Если да, то можно ли из нее стрелять? Я бы на такое посмотрел. Тебя понял. Ладно, до скорого. Ну, видимо, мы ищем какое-то орудие для уничтожения чигиря-звезды. Ну, как я понимаю. Что ж, довольно любопытно. Молодые люди, не хотите приятно провести время? Хм, на что же она намекает? Давай-ка подойдем и спро... О боже, это какая-то бабушка! Почему... Почему в игре она изображена, как молодая... Седовласая, красивая девушка, а на аватарке это какая-то бабуля, которая пирожки продает на вокзале? Ах, ладно. Надеюсь, никого не обидел. Немолодая женщина с папироской греется возле бочки и оглядывает проходящих мимо граждан с видом сытого хищника. Проходящие мимо граждане старательно отводят взгляд и ускоряют шаг. Я их понимаю. Ой-ой-ой, вы посмотрите на них. Тоже мне приличные нашлись. Как по пьяной волне, то ромашка вам и любовница, и подруга. А как протрезвеете, то прям все. Женщина крепко затягивается, выпускает темно-синий, почти черный клуб дыма и окидывает окрестности к пристальным взглядам. Вы единственные, кто стоит поблизости. О, молодой человек, горячего интима не желаете? О, чего бы и нет. Назовите свои... Господи. У ромашки. Все чин чинарем. Полтишок рубликов за интим с резинкой. И 75, если без нее. В любом случае, ты получишь райское наслаждение. Я тебе гарантирую. О, господи. За что? Проститутка криво ухмыляется и заходится лающим влажным кашлем. Господи. Давай лучше сменим тему. Женщина презрительно закатывает глаза и качает головой. О, господи. Меня больше интересуют вопросы. Фу, какой-то скучный молодой человек. Ну ладно, будь по-твоему. Что ты там хотел спросить? Не тяжело тебе работать на морозе? А кому сейчас легко? Светинер такой попался. Говорит. Извини, ромашка. Но кабинетная работа тебе пока не светит. Ступай в пригород. Обрабатывай клиентом. Клиентов там. Тьфу. О, господи. Что можешь рассказать о городе? Нормальный хлебный город. Есть много приезжих, торгашей, всяких наемников. Самый мой контингент. Чудаков, конечно, тоже хватает. Но это всюду так. Их и до войны было немало. Ладно, пойду осмотрюсь сам. Бывай. Ромашечка. Ох, жизнь-то ее потрепала, видимо. Кушайте, родные мои. Слушай, они же диалоги, видимо, торговцам взяли из прошлой части. Молоко, сыры. Ну ладно, не будем проверять. Солонина на зиму. Вот этого я не помню. Тут еще видишь зимний регион. Да пропусти меня, Ирод. Не пущу. Что у вас там? Пропусти. Не пущу. Нет, кому говорят. Ладно, давай поговорим, что там случилось. Седовласый. Седовласый. Но все еще я достаточно крепкий мужчина. Лет 50. Яростно глазеет нас, конфуженного сторожа. Стоянки. Когда он переводит свой взгляд на вас, он несколько успокаивающий, устало потирает переносицу. Видал, каков? Сволочь казенная. Собака безродная. Не дает мужику с убийцы сына родного поквитаться. А у тебя сын убили? Так, милицию зови. Так, ничего не понимаю. Объясни толком. Ваш собеседник кривится и машет в сторону окружающие автостоянки изгороди. Вон, выродок в дорогих шмотках на пару со своим телохранителем в машине роется. Видишь, нет? Это купец Ганиев. Больной урод. Когда из рейса за товарами месяц назад возвращался, попался ему сынок мой, Витя. По обочине ш... По обочине шоссе мальчик шел. Ягоды собирать на болоте. Сбил его, да? Этим самым авто, который ремонтирует. Все так. Причем, нарочно баранку выкрутил. Как сейчас вижу у Витина изломанное тело. Как она по воздуху летит. Как об землю шлепается. Убил, урод, за просто так. Потому что мог. Потому что знал, что никто ему ничего за это не сделает. Понимаешь ты? Понимаешь? Кажется, что убитый горем и жаждой мести отец вот-вот разрыдается. Так. Ясно. А на стоянку тебе почему нельзя? В прошлый раз этого нелюдя за забором чуть на куски не разорвал. Вот и не пускает. Ну что ж. Утихомирся. Тут тебе не там. У нас тут город культурный. Культурный. Беспредел у вас почище, чем на севере. Убийц прикрываете. Тьфу. А и что думаешь делать? Мужчина умолкает и подозрительно косится строгого сторожа. Мысли кое-какие есть. Но давай лучше обсудим. Это делится у меня в номере в гостинице. Я при этой собаке много болтать не хочу. Мужчина бросает последний презрительный взгляд на сторожа стоянки и уходит прочь. Слушай, ну если можно вот этого мужика взять себе в союзники, то все. Я просто люблю эту игру, потому что ну это же очаровательный бородатый мужчина. Наверняка со своей историей и ну как-никак отец, который жаждет мести. Ну блин, это же это же просто какая биография золотая. Действительно просто идеальный компаньон. Но видимо он просто даст задание и все. Если честно, я как-то немножко скучаю по прошлым компаньонам, ведь там была собака со своей веткой развития и другие также. А члены нашего отряда о, кстати, вот мужик с собакой. Может быть ее можно как-то купить? Давай поговорим с ним. Так. Невысокий мужчина нервно топчется на месте, со злобы поглядывая на лохматого пса, который сидит неподалеку высунув язык. Мужчина так пологащен этим занятием, что даже не измечает вашего приближения. Несродивый пес ничего не может, не годится даже на шашлык. А чего это не годится? Я бы его съел. О, господи. Нет, нет, нет. Так, 100 рублей и пес тебя больше не побеспокоит, потому что я его убью. Нет, нет, нет. Так, ну что ж, привет, что у тебя за проблема со псом? Мужчина вздрагивает и от неожиданности, громко чертыхается на неизвестном вам языке. Нельзя так людям подкрадываться, лауай. С псом проблема такая, заплатил за него хорошие деньги, а он меня не слушается, не охраняет, не ждет, где сказал, даже лапу не подает. Ума не приложу, что делать с этим несносным животным? Я неплохой дрессировщик, могу тебе как-то помочь. Сам я не эксперт по собакам, но может я решу твою проблему. Мужчина смотрит на вас слабо скрытым скептисом. Иди попробуй пообщаться с этим лежебокой. Звать его Хайшень, морской огурец по-вашему. Может быть чего и добьешься. А если ни в какую не получится, у тебя есть разрешение его пристрелить. Очаровательно. Надеюсь до этого не дойдет. Постой здесь. Так, привет Хайшень. Ух ты какой красавчик ты посмотри на него. У него еще черная точечка есть справа от морды. Молодой кобель немецкой овчарки задирает голову и смотрит на вас глуповатым выражением морды. Вуф! Ну что Хайшень, будем тренироваться? Голоза пса расходятся в разные стороны и он начинает тихонько скулить. О боже. Хозяин хочет, чтобы ты далеко никуда не отбегал. Будь рядом с ним пока не прикажет уйти. Блин, эта собака никогда ничему не научится. Я спасу ее хозяина от обузы атаковать. нет, 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 нет. Было бы неплохо, если бы ты лавил на чужих и кусал тех, кто обижает хозяина. Вы самоотважны. Подводите пса к хозяину и просите его повторять команду фас, пока животное не поймет, что ему нужно напасть на вас. Как же это сделать? Удача. Скорчить глупую рожицу и надеяться на лучшее. Либо использовать выживание, но выживание у нас совсем не прокачано, поэтому, мне кажется, ничего не получится. Ну что ж, удача не сработала. Ладно, а что будет с выживанием? Тоже не сработало. Ну ладно. Так, для начала надо, чтобы ты простые команды выполнял. Сидеть, лежать, пёс смотрит на вас с непониманием. Какой же подход применить, чтобы обучить его сиденью, лежанию и ползанию? Выносливость. Сажать и укладывать собаку сотни раз, повторяя команду до тех пор, пока она не начнет повторять движение самостоятельно. Господи, боже мой, но у меня ни сила, ни выживания, ни выносливость, ни удача не прокачано. Ну, ладно, давай попробуем выносливость сделать. Провал. Молодой и сильный Хайшейн успешно сопротивляется вашим попыткам его посадить, затем положить, затем заставить ползать. Вскоре обливающийся потом выставляете эту затею. Ладно, давай попробуем использовать удачу. Нет, не сработало. Ну, хотя бы нету критического провала и собака на нас не нападает. Ладно, давай попробуем все-таки третий вариант. Посмотрим, что получится. Выживание, ловкость, удача. Но у нас опять же ни один из этих навыков не прокачан. Короче, все очень плохо. Хайшейн, я хотел тебя в свою команду, но понимаешь, ты, видимо, не та собака. Не собака моей мечты, которую я приму в свой отряд. Так что, да, ладно. Ну что ж, и это у нас был Атом РПГ Трудоград. Если вам понравилось и вы хотите увидеть дальнейшее прохождение по этой игре, то обязательно напишите в комментариях. Ну а на этом, пожалуй, все. Спасибо всем, кто смотрел. Пока-пока, берегите себя и до скорого.